Городская баня номер один с 1 марта переходит на новый график работы. Он предусматривает 4 сеанса продолжительностью по полтора часа. Ну а в перерывах между сменами будет проводиться уборка помещений. Такие требования, по словам руководства КБ и БО, предусмотрены СанПином. Тем временем в адрес окружного собрания депутатов поступает обращение от жителей города, которые с новым режимом работы первой городской бани не согласны. Тему продолжит Ирина Никешина. Было обращение жителей, жителей не только этого района, а жителей всего города по вопросу предоставления нового расписания с 1 марта, в результате которого люди будут зависеть от определенного временного промежутка для посещения бани. Перевод первой городской бани на новый график работы, по словам руководства КБ и БО, обусловлено необходимостью соблюдения требований норм СанПина. У нас одним из требований СанПиновских норм должна быть уборка и мытье самого помещения из шланга, то есть смывать всю вот эту вот намывавшуюся, ну, налет, вот этот весь. Это вот требования СанПиновских норм. Мы просто пытаемся привести это в соответствие. Сейчас во время помилки заходит банщик, вот, ну, там где-то моет, где-то не моет, где-то что-то, потому что люди постоянно там находятся. А нормы СанПиновские предполагают, что это будет, ну, скажем так, в отсутствии людей. Представители депутатского корпуса уверены, в нормах СанПина не говорится о получасовых перерывах на уборку помещений бани. Кроме того, по мнению парламентариев, посменный график работы повлечет за собой отток посетителей бани, вызывает обеспокоенность народных избранников и сокращение штата в результате оптимизации. Как нам было объяснено, в целях оптимизации в результате будет сокращен банщик. На два отделения будет один банщик, это будет, возможно, женщина или мужчина, сложно сказать, но что будет получаться. Если в мужском отделении произойдет какое-то ЧП, туда женщина, которая обслуживает, да, женское отделение, она не сможет попасть. Или наоборот, то есть и данный аспект тоже не предусмотрен. В результате оптимизации сокращают не только, что на сегодняшний день нежелательно, не только банщиков сократили и кассира сократили, нет, гардеробщицу и уборщицу помещений, вечернюю уборщицу. Мы говорим про оптимизацию, ну хорошо, можно тогда таким образом сократить какой-то аппарат ИТР, например, да, но банщика нужно обязательно оставить, потому что это безопасность тех, кто приходит сюда, да. Это первое. А второе, то, что касается, если мы говорим про санитарные нормы какие-то, да, то ведь у нас нормально, когда в парилку приходят люди, да, и идет уборка, да, там вопросов нет, все всегда выходят и убирается тогда вот то помещение. Здесь таким же образом можно решить вопрос, не, значит, выходя на эти смены. По словам депутатов окружного собрания, прежде чем принимать решение об изменении графика работы бани номер один, руководству необходимо было узнать мнение посетителей и изучить их предложение относительно этого вопроса. Впрочем, как нас заверил Николай Литвин, к нему никаких жалоб от населения не поступало. В принципе, все вопросы, если будет не хватать этого времени, мы можем скорректировать график работы бани, либо в сторону увеличения. Можем начать не с 14 часов, можно начать с 12 часов. У нас и так баня работает до 22 часов. Так что тут все это в наших руках, как говорится. А вы как думаете, люди почему возмущаются, что что-то новое для них непривычно? Но новое это то, что люди не могут в любой момент, когда им захочется, прийти в баню и зайти в моечное отделение. А здесь, если мы, скажем так, приведем к порядку, то есть начнем по времени приходить, люди будут приходить, то, если привыкнут, какие там проблемы? Проблем никаких нет. Что касается сокращения штата работников общественной бани, то это действительно произойдет. Я пока не знаю, ну как, не могу сейчас пока говорить, кого я буду сокращать или что. Ну, естественно, для такой маленькой бани много людей, я имею в виду обслуживающий персонал, то есть нужно уменьшать немножко. По словам руководителя КБ и БО, в будущем пассиансовый график работы будет внедряться и в других общественных банях города. К чему приведут такие нововведения, покажет время. Ирина Никешина, Антон Водряков, Телеканал Север.